Да, именно этот ролик явит просто в себе от Твиттера, озаботившись с тем, что мирный житель при очень загадочных обстоятельствах был убит вместе со своей местой. И меня это очень задело. Где в данном факте дискредитация ВСРФ, мне до сих пор непонятно. То, что ВВС запросила комментарий Минобороны, но Минобороны отказался комментировать данную ситуацию, что наводит на некоторые вопросы. Если бы Минобороны прокомментировала сразу же ситуацию и заявила, что это всё ложь и предоставила доказательства, я бы этот ролик не репостнул, или если бы даже после репостного этого ролика случилось, что Минобороны опровергнули данную информацию, я бы принес на этой же самой страничке в Твиттере свои публичные изменения. Гостянный представитель Минобороны данного вопроса никаких комментариев не высказывал. Потому что это связано с тем, что данные СМИ заблокированы за распространение различных фейков. и комментировать как-то в фейсе. Как же Борисенко, когда получил протокол уведомления приложения к протоколу, напомнился наверняка перед процессом с материалом, как же он в суд не предоставил каких-либо доказательств, что действия, которые подписываются в данном видеоролике, именно совершены протоколу. Почему я должен предоставлять доказательства, если я прошу провести экспертизу? Вроде как, вполне логично, что я не располагаю какими-то лингвистическими навыками. Возможно, я не знаю точной позиции Минобороны, потому что они мне комментировали это действие до сих пор. Я заявляю об экспертизе, но Вы говорите, что я сам должен предоставить доказательства того, что это было. Если бы я принес сюда доказательства, что бы это изменило? Ну, это бы решил вопрос от отсутствия. Я не знаю, что бы он решил. По поводу того, что там проведение экспертизы, некогда, если проведение экспертизы, на момент проведения проверки по материалу, когда Вы явились 18 мая в 10 часов, Вы мне не переезжали. Так же в объясненном виде, по путем отправления по 4-й республике тоже предоставлено не было проведения экспертизы. Потому что Вы... Если бы Вы... Это меня не реальнее, должным образом... Мы уже возвращающие, идем по второму и третьему полу. Да, потому что данный сотрудник там дычит свою версию, которую я выдумал сам же. Прошу прощения. Все, больше нет у нас. Добавить нечего. Но с учетом всех обстоятельств, выслушавших участников судебного сценария, рассмотрев материалы дела ПСШП, тут прикольный твой, дело в том, что здесь в Полисинке, Александр Вячеславович, состав правонарушения ПСШП, статья 20.4.3, Кодекса Рассивизации 1СК, в отношениях установлен, и с учетом повторности совершения правонарушения, считает необыкновенно значимым наказанием в виде обеспечения штрафа в дальнейшем 50 тысяч рублей. Почему повторное? У меня еще наступило в силу первое решение, потому что оно сейчас на апелляции, а оно уже считается непонятным правилом повторным. Я думаю, что это абсолютно незаконный процесс, и то, что это цирк Шапито, а не суд. Судья назначил 50 тысяч штраф, аргументируя это тем, что данное правонарушение у меня повторное, при том, что все даты и все цифры никак не бьются, и апелляция по первому делу, его дискриментация до сих пор не проведена. Для меня главная интрига была в этом суде, выйдет ли все-таки судья в совещательную комнату для вынесения решения. Не вышел.